Уверена, у тебя все получилось. Ты ознакомился с инструментами добавления и редактирования фонов. И теперь знаешь, чем они отличаются и как они похожи на инструменты добавления костюмов-спрайтов. Ты также, надеюсь, сделал гимнастику для глаз. Ну и сейчас мы продолжим работать с фоном нашего стартового проекта поздравительной открытки. У нас в нашем примере было три фона. И каждый из фонов мы сейчас нарисуем. Но сразу скажу, что вот так вот создавать три пустых фона не совсем в данном случае правильно. Оно может быть и правильно, но неудобно. Потому что нам придется каждый раз рисовать заново. Нам значительно удобнее будет сделать дубль первого фона. То есть сделать его копию. Но прежде чем ее делать, мы должны на ней что-то нарисовать. Давай начнем рисовать. Опять же, мы рисовали, видели, что в том проекте у нас векторная графика и инструменты у нас были справа. Здесь инструменты слева. Это у нас растровый режим, растровая графика. Нам сейчас он не нужен. Поэтому мы нажмем на кнопку конвертировать в векторную графику. И приступим к рисованию. Там у нас были четырехугольники, точнее прямоугольники. Нарисуем их. Сначала нам нужен тот, который будет нижним. Он такой, ну какого цвета возьмем, такой вот голубенький и с заливкой. И рисуем. Он почти на половину листа, половину сцены. Вот примерно так. По-моему, вполне нормально. Теперь мы можем нарисовать второй прямоугольник, выбрав другой цвет. Но удобнее просто этот продублировать. Для этого у нас есть кнопка дублировать. Мы просто нажмем на эту кнопку и подсветился вот этот прямоугольник. Это значит то, что появилась копия. Вот он, второй появился. Но сейчас они сливаются. Если я щелкну мышкой вот либо на сцене, либо вне ее, то у нас кажется, что это один и тот же объект. На самом деле их тут два. И вот этот я помню, что он сверху, наверное. Ну сейчас разберемся, что здесь сверху, что снизу. И у этого должен быть другой цвет. Поэтому мы выберем заливку или инструмент, который здесь называется «Окрасить форму». И выберем другой цвет. Но там был зелененький, поэтому мы тоже его сделаем зелененьким. Чудесно. Дальше что нам нужно сделать? Нам нужно сделать так, чтобы эти две странички друг друга не закрывали. Вот если сейчас я их совмещу, то ничего не видно. Если сделаю так, то это не совсем красиво. Нам нужно так, чтобы был немножко виден уголочек. Вот примерно так. А что же делать со всей остальной частью? Ну, конечно, можно просто вот за этот маркер уменьшить. Но будет более красиво и грамотно, если мы немножко исказим эту форму. Чтобы это сделать, у нас есть инструмент изменения формы. И мы можем просто взять вот так вот уголочки, совместить. Вот левый и нижний угол. Одного и второго прямоугольника совместили, а вот эти оставили. И здесь для того, чтобы было ровно, тоже мы вот так вот возьмем и совместим. Вот получилось у нас как будто бы приоткрытая слегка такая вот открыточка. Думаю, что все у тебя должно получиться. Просто рекомендую сейчас поставить видео на паузу и нарисовать вот эти две странички нашей открытки. А потом продолжить. Нарисовали. Теперь вспомним, что я сказала, вот эти вот фоны новые. Сейчас, если мы начнем их рисовать, то нам придется заново рисовать эти прямоугольники. И, скорее всего, мы не попадем в размерах. У нас будет совсем разные прямоугольники и будет прыгать наше изображение. Поэтому лучше всего продублировать этот фон. Нажимаем на нем правую кнопку мыши. Правую. Посмотри внимательно, где у тебя правая кнопка мыши. И нажми пункт дублировать. Ничего страшного, что этот фон попал сюда. Во-первых, мы его можем просто перетащить. Вот берем мышкой, держим за левой кнопочкой мыши. И отпускаем. Вот он переместился. Либо можно было просто вот эти ненужные фоны. Белые. Они нам действительно не нужны. Просто удалить. Нажать на крестик. Это ты уже умеешь. Наверняка догадался, как сделать. Дальше. Как должна выглядеть приоткрытая открытка на втором фоне нашей сцены. Давай подсмотрим. Что у нас здесь? На втором фоне вот такая вот красота. Единственное, чего мы не сделали на первом фоне, у нас нет вот этих вот рамочек, да? Ну, давай, наверное, все-таки сделаем, потому что не совсем у нас красиво получилось. С рамочкой красивее, да? Тогда вот этот мы уберем, все равно придется дублировать. Что мы можем здесь сделать? Мы можем выбрать контур. Сделать, может быть, даже его немножко толще сейчас попробуем. И более ярким. Вот он уже виден, да? Оп. Так, не получилось. Потому что надо было рисовать прямоугольник немножко по-другому. Ну что ж, тогда мы сейчас этот удалим. Я просто нажала клавишу DEL. Delete на компьютере. И вот этот мы, а возьмем, тоже удалим. Сделаем все заново. Выберем прямоугольник и сначала сделаем его с контуром. Вот так. А потом сделаем ему заливку. Вот, можно чуть пошире. Теперь выберем заливку и цвет. Вот тот самый, который мы делали. Вот, теперь у нас получается с контуром. Теперь вспоминаем, можно продублировать страничку. И сделать другого цвета заливку. Ну, вот такую, к примеру, да? Теперь наверняка тебе уже понятнее, как все это делается. Сейчас я чуть-чуть даже смещу побольше. И опять совместим уголочки. Когда есть контур, это даже проще делается, да? Вот так. Ну и здесь вот, наверное, все-таки я немножко пристаралась. Я сейчас сделаю поменьше. Вот так вот. И вот этот вот прямоугольник тоже я смещу. Но смещу уже ровненько. Сделаю вот так вот. Вот, чтобы вся открыточка была хорошо видна. Вот так вот лучше и красивее. Но опять же, если ты сделал так же, как у меня, это не страшно. Потому что мы изучаем постепенно все инструменты. И если что-то получилось не так, теперь ты знаешь, как это можно переделать. Поэтому можешь остановить видео и подправить. Ну, либо оставить так, как есть. Ну что ж, дублируем. Теперь у нас все в порядке. И еще раз смотрим, какая у нас должна быть приоткрытая открытка. Вот так, да? И еще появился еще один прямоугольник. Значит, что мы должны сейчас делать? Мы должны продублировать этот прямоугольник. Раз он продублировался, да? Тот, который сверху, вот этот верхний, мы можем сделать уже открыточку более такой открытой. Ты догадываешься, как, да? Мы сейчас можем изменить форму этого прямоугольника. И еще сильнее исказить, да? То есть вот так вот. Раз. Смело. И вот туда, за границу, можно задвинуть. Вот мы ее приоткрыли. Можно даже еще немножко сильнее. Вот так. Ну, почти. Здесь я смотрю, я на видео тебе постараюсь увеличить, чтобы была вертикальная полоса, она не должна быть кривой. Вот здесь вот, чтобы было ровненько, чтобы не было видно таких вот ребер. Так, замечательно получилось. Что-то не видно того прямоугольника, который я дублировала. Видимо, он не продублировался как следует. Ну, не страшно. Сейчас мы его еще раз продублируем. Возьмем этот и по нему щелкнем. Раз. Вот дубль получился. Этот поставим на место. Немножко отодвинем все-таки, потому что сейчас нам нужно работать с этим. У этого у нас будет заливка серая. Так, в принципе, делается фон. И сейчас есть небольшой момент, заключающийся в том, что у фона не должно быть контура. Мы попробуем сейчас, смотри, как увеличить. И фон тоже, контур тоже закрасить. Смотри, надо кончиком заливки поместиться так, чтобы вот контур закрасился. Вот он тоже серенький. Тем же самым цветом. Вот, получилось. Сейчас возвращаем наш размер. И делаем что? Делаем изменение формы для вот этого прямоугольника так, чтобы он немножко вот так вот выходил. Вот как-то так, чтобы сразу было видно. Сейчас разместим верхнюю страничку над ним, чтобы было видно, как у нас тень размещается, насколько это естественно выглядит. Можно подсмотреть, например, вот смотрим, насколько здесь смещено. И приблизительно так же. Вот я вижу, что можно еще сместить. Ну, в данном случае мы можем просто масштабировать, то есть уменьшить размер. Мы уже повернули все. Вот такая приоткрытая получилась у нас страничка. Ну, а сейчас ты можешь опять сделать паузу на видео поставить и сделать вот этот второй фон по аналогии. Так, ну что, надеюсь, у тебя тоже получилось. Остался третий фон. Открытая уже открытка. Ну, почти открытая, да? И теперь наша страничка должна перейти сюда, а тень сюда. Ну, мы можем, в принципе, с этими же элементами и поработать. Смотри, как можно. Вот у меня как раз выделено, сейчас я уберу зрение, выделено как раз прямоугольник с тенью. Я его возьму и вот так вот, хоп, перелистну. Видишь, как хитро можно сделать. Перетащила. Ну, потом подправим, как должны быть размеры. И страничку точно так же, открытки, я могу взять и вот так вот хитро приоткрыть. Все достаточно просто. Единственное, что здесь у нас как-то странно получилось. Видимо, я не точно совместила. Да, и сделала это все, где? Сделала на том же фоне. Не права. Поэтому нажимаем отменить. Делаем дубль, конечно же. Да? И сейчас то же самое. Берем раз. Открыли одну страничку. Два. Открыли вторую страничку. Если вдруг у тебя получилось так, что вот этот прямоугольник сверху, то у нас есть, смотри, вот такие вот два инструмента. Это вперед на слой и вниз на слой, да? То есть мы можем вот эти вот прямоугольники перемещать. Например, вдруг у тебя получилась вот такая история, да? Тень над страницей. Ты просто ее выделяешь и нажимаешь на кнопочку на слой вниз. Вот так вот, да? Она попадает под этот прямоугольник. Можешь поэкспериментировать, если вдруг что-то не получилось. Ну и сейчас нам нужно переместить эти две, эти два прямоугольника, точнее четырехугольника, это же не прямоугольник. Вот так, чтобы они попали вот на переплет. Вот получился третий фон и уже все замечательно. Ну что, тебе осталось сделать то же самое. Когда ты это сделаешь, мы немножко отдохнем. Надо будет сделать гимнастику. По времени уже много мы занимаемся. И потом мы приступим к работе со спрайтами и скриптами. Надеюсь, все фонеты нарисовал. Ну а теперь надо отдохнуть. Встань и потанцуй немного с нашими друзьями. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ну что, продолжим. Сейчас, чтобы было интереснее, мы сделаем маленький скрипт, который потом нам не понадобится. Но очень бы хотелось посмотреть, как раскрывается наша открытка, верно? Давай сделаем скрипт для сцены. Как раз спрайтов нет, и ты точно знаешь, что этот скрипт будет только для сцены. Потом мы будем писать скрипты для наших спрайтов. Разумеется, начнем мы с первого блока, когда щелкнут по флажку. И сделаем так, чтобы в начале у нас у сцены был фон первый, потом он менялся на второй и на третий, чтобы был эффект открывания открытки, тот, который потом мы немножко переделаем. Это значит, что мы должны использовать группу команд внешность, ведь все касается внешнего вида не спрайта, правда, а сцены. И мы видим, что здесь у нас немного команд. Первые три относятся к смене фона, а следующие к графическим эффектам. Мы с графическими эффектами еще поработаем. Но сначала первые три. Мы должны в начале сменить фон на первый. Как определить, который первый, который следующий? У фонов, так же как у костюмов, есть имена или идентификаторы. Вот здесь написано Backdrop 1, Backdrop 2 и Backdrop 3. По-английски это означает фон. Можно оставлять эти имена, можно писать свои, главное иметь возможность их не перепутать. Здесь нам помогают цифры 1, 2, 3. Значит, скрипти здесь, когда щелкнут по флажку, мы должны выбрать что? Правильно, первый фон, Backdrop 1. Выбираем. И теперь, когда мы щелкнем по флажку, вот у нас закрытая открыточка. Отлично. Дальше. Я сказала, что мы хотим посмотреть, как она открывается, и поэтому мы можем сделать следующее. Добавим небольшое ожидание. Ну, например, вот так вот, 0.3. 0.3. Это меньше, чем единица, ты знаешь, да? И потом выберем сменить фон на какой? Естественно, второй, правильно. Вот так. И еще раз дублируем вот эти два блока. Смотри, я на желтеньком нажимаю, и дублируются эти два блока, начиная с желтенького. Еще ждать и поменять на третий фон. Вот так замечательно будет выглядеть. Ну, давай посмотрим. Ну-ка. Вот у нас открыточка открылась. Давай еще раз. Вот то, что мы хотели. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok